Всем привет! С вами Михаил, а вы на канале Автограф, посвященном покраске автомобиля. Ремонт пластиковых деталей, включая бампера, немного отличается от ремонта металлических элементов кузова. И материалы, используемые в этом ремонте, должны обладать определенными свойствами. Сегодня разберемся в особенностях ремонта бампера и используемых материалов. Ну что ж, ломать не строить! Заделывать глубокие повреждения на бампере шпаклевкой нет никакого смысла. Поэтому сначала поработаем феном и максимально выправим сам пластик. Глянец, оставшийся на бампере, поможет максимально выровнять поверхность. Следующим этапом удалим все ЛКП на месте повреждения. Сохранять его не будем, потому как при деформации бампера грунт и лак, скорее всего, потрескались, даже если нам этого не видно. К тому же, небольшие неровности, оставшиеся после нагрева, и глубокие царапины можно подровнять прямо на пластике. Только не переусердствуйте. Кстати, также можно и нужно поступить с небольшими сколами от камушков, которые остались уже на самом пластике. Это гораздо быстрее и надежнее, чем отдельно подмазывать каждый такой скол и потом ловить точечную просадку на финальном покрытии. Для выравнивания будем использовать специальную шпаклевку по пластику. И что же в ней такого специального? Застывший материал обладает повышенной пластичностью в сравнении с обычными полиэфирными шпаклевками. У данной шпаклевки есть одна особенность, которая может ввести в заблуждение мастер. При стандартной температуре 20 градусов время ее высыхания составит 40 минут, а не 20. Поэтому, начав обрабатывать ее по привычке через 20 минут, вас может ждать сюрприз. Будьте внимательнее. Также не рекомендуется сушить материал при температуре свыше 50 градусов. Ну и раз мы сегодня здесь все равно собрались, немного покажу, как выводить сложные поверхности, которых на этом бампере немало. Перед нанесением шпаклевки внимательно перешлифуйте пластик абразивом P180. Также для надежности нанесем адгезионный грунт по пластику в один слой. Выдержка 10 минут. Шпаклюем в несколько этапов. Сначала строим плоскости, потом ребра между ними. Ведь, как известно, ровное ребро может быть только между ровных плоскостей. Каждую плоскость шпаклюем отдельно. Вспоминаем правила нанесения и сходы сразу делаем плавные. Продолжение следует... 120 абразивом на бруске ровняем плоскости. При шлифовании крупным абразивом старайтесь как можно меньше цеплять пластик. Прямую риску от 80-ки и 120-ки будет достаточно сложно удалить впоследствии. А грунтовать потом по лорсу, ну, сами знаете. Затем 180-кой корректируем плоскости, не акцентируясь на ребрах и краях. И напоследок также 180-кой выравниваем ребра и края. Через проявку перешлифовываем сеткой 240 на мягкой подложке. Продолжение следует... Ну что ж, плоскости мы вывели. Но вы спросите, а какой смысл во всей этой гнущейся шпаклевке, если последующие покрытия не будут обладать такими свойствами? А вот и будут. И для этого существует такой материал, как пластификатор. Немного теории на эту тему. Во-первых, время сушки увеличивается на 30-40%, а высохший материал с добавленным пластификатором обрабатывается сложнее за счет приобретенной эластичности. Во-вторых, у разных пластификаторов различные требования к расчету пропорций смешивания. Есть пластификаторы, которые сначала добавляются в материал и количество отвердителя рассчитывается от общего объема. А есть пластификаторы, которые добавляются уже в готовую смесь. А у нас пока все. Пишите в комментариях, о чем бы вы еще хотели услышать. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте пальцы вверх. А с вами был Михаил. Пока!